Ганс Христиан Андерсон. Снежная королева. История вторая. Мальчик и девочка. В большом городе, где столько домов и людей, что не всем хватает места хотя бы на маленький садик, а потому большинству жителей приходится довольствоваться комнатными цветами в горшках, жили двое бедных детей. И садик у них был чуть побольше цветочного горшка. Они не были братом и сестрой, но любили друг друга, как брат и сестра. Родители их жили в коморках под крышей в двух соседних домах. Кровли домов сходились, и между ними тянулся водосточный желоб. Здесь-то и смотрели друг на друга чердачные окошки от каждого дома. Стоило лишь перешагнуть через желоб, и можно было бы попасть из одного окошка в другое. У родителей было по большому деревянному ящику. В них росла зелень для приправ и небольшие розовые кусты, по одному в каждом ящике, пышно разросшиеся. Родителям пришло в голову поставить эти ящики поперек желоба, так, что от одного окна к другому тянулось словно две цветочные грядки. Зелеными гирляндами спускался из ящиков горох. Розовые кусты заглядывали в окна и сплетались ветвями. Родители позволяли мальчику и девочке ходить друг к другу в гости по крыше и сидеть на скамеечке под розами. Как чудесно им тут игралось! Зима была конец этой радости. Окна зачастую совсем замерзали, но дети нагревали на печи медные монеты, прикладывали их к замерзшим стеклам, и сейчас же оттаивало чудесное круглое отверстие, а в него выглядывал веселый ласковый глазок. Это смотрели каждый из своего окна мальчик и девочка – Кай и Герда. Летом они одним прыжком могли очутиться в гостях друг у друга, а зимою надо было сначала спуститься на много-много ступеней вниз, а потом подняться настолько же вверх. На дворе перепархивал снежок. «Это роятся белые пчелки», – говорила старая бабушка. «А у них тоже есть королева?» – спрашивал мальчик. Он знал, что у настоящих пчел есть такая. «Есть!» – отвечала бабушка. Снежинки окружают ее густым роем, но она больше их всех и никогда не присаживается на землю, вечно носится в черном облаке. Часто по ночам пролетает она по городским улицам и заглядывает в окошки. Вот оттого-то и покрываются они морозными узорами, словно цветами. «Видели, видели!» – говорили дети. И верили, что все это сущая правда. «А сюда снежная королева не может войти?» – спрашивала девочка. «Пусть только попробует», – отвечал мальчик. «Я посажу ее на теплую печку, вот она и растает». Но бабушка погладила его по голове и завела разговор о другом. Вечером, когда Кай был дома и почти совсем разделся, собираясь лечь спать, он вскарабкался на стул у окна и поглядел в оттаивший на оконном стекле кружочек. За окном порхали снежинки. Одна из них побольше упала на край цветочного ящика и начала расти, расти, пока наконец не превратилась в женщину, закутанную в тончайший белый тюль, сотканной, казалось, из миллионов снежных звездочек. Она была так прелестна и нежна, но вся из-за льда, из-за слепительного сверкающего льда, и все же как живая. Глаза ее сияли, как две ясные звезды, но не было в них ни теплоты, ни покоя. Она кивнула мальчику и поманила его рукой. Кай испугался и спрыгнул со стула, а мимо окна промелькнуло что-то похожее на большую птицу. На другой день было ясно и морозно, но потом настала отепель, а там и весна пришла. Заблестело солнце, проглянуло зелень, строили гнезда ласточки, окна растворили, и дети опять могли сидеть в своем садике в водосточном желобе над всеми этажами. Розы в то лето цвели пышно, как никогда. Дети пели, взявшись за руки, целовали розы и радовались солнцу. Ах, какое чудесное стояло лето, как хорошо было под розовыми кустами, которым казалось цвести и цвести вечно. Как-то раз Кай и Герда сидели и рассматривали книжку с картинками, зверями и птицами. На больших башенных часах пробило пять. «Ай!» — вскрикнул вдруг Кай. «Меня кольнуло прямо в сердце, и что-то попало в глаз». Девочка обвила ручонкой его шею. Он часто-часто поргал, но в глазу как будто ничего не было. «Должно быть, выскочило», — сказал он. «Но это было не так. Это были как раз осколки того дьявольского зеркала, о котором мы говорили вначале. Бедняжка Кай! Теперь его сердце должно было стать, как кусок льда. Боль прошла, но осколки, осколки остались». «О чем ты плачешь?» — спросил он Герду. «Мне совсем не больно». «Фу, какая ты некрасивая!» — вдруг крикнул он. «Вон ту розу точит червь, а та совсем кривая. Какие гадкие розы, не лучше ящиков, в которых торчат». И он пнул ящик ногой и сорвал обе розы. «Кай, что ты делаешь?» — закричала Герда. А он, видя ее испуг, сорвал еще одну розу и убежал от милой маленькой Герды в свое окно. Принесет ли теперь ему Герда книжку с картинками? Он скажет, что эти картинки хороши только для грудных ребят. Расскажет ли что-нибудь старая бабушка, придирается к ее словам. А то дойдет даже до того, что начнет передразнивать ее походку, надевать ее очки, говорить ее голосом. Выходило очень похоже, и люди смеялись. Скоро Кай научился передразнивать и всех соседей. Он отлично умел выставлять на показ все их странности и недостатки. И люди говорили «Удивительно способный мальчуган». А причиной всему были осколки, что попали ему в глаз и в сердце. Потому-то он и передразнивал даже миленькую маленькую Герду. А ведь она любила его всем сердцем. И забавы его стали теперь совсем иными, такими мудреными. Раз зимою, когда шел снег, он явился с большим увеличительным стеклом и подставил под снег полу своей синей куртки. «Погляди в стекло, Герда», — сказал он. Каждая снежинка казалась под стеклом куда больше, чем была на самом деле. И походила на роскошный цветок или десятиугольную звезду. Это было так красиво! «Видишь, как хитро сделано», — сказал Кай. «Гораздо интереснее настоящих цветов. И какая точность ни единой неправильной линии. Ах, если бы они только не таяли!» Немного спустя Кай явился в больших рукавицах с санками за спиной. Крикнул Герди в самое ухо. «Мне позволили покататься на большой площади с другими мальчишками!» И убежал. А на площади каталось множество детей, кто посмелее привязывал свои санки к крестьянским саням и катился далеко-далеко. Это было куда как занятно. В самый разгар веселья на площади появились большие сани, выкрашенные в белый цвет. В них сидел кто-то, укутанный в белую меховую шубу и в такой же шапке. Сани объехали вокруг площади два раза. Кай живо привязал к ним свои санки и покатил. Большие сани понеслись куда быстрее, затем свернулись с площади в переулок. Сидевший в них человек обернулся и приветливо кивнул Каю, точно знакомому. Кай несколько раз порывался отвязать свои санки, но человек в шубе все кивал ему, и он продолжал ехать за ним. Вот они выбрались за городские ворота. Снег повалил вдруг хлопьями, и стало так темно, хоть глаз выколи. Мальчик поспешно отпустил веревку, который зацепился за большие сани, но санки его точно приросли к ним и продолжали нестись вихрем. Кай громко закричал, но никто не услышал его. Снег валил, санки мчали, сныряя в сугробы, перескакивая через изгороди и канавы. Кай весь дрожал. Снежные хлопья все росли и обратились под конец в больших белых кур. Вдруг они разлетелись в стороны, большие сани остановились, и сидевший в них человек встал. Это была высокая, стройная, ослепительно белая женщина. Снежная королева. И шуба, и шапка на ней были из снега. Славно проехали, сказала она, но ты совсем замерз. Полезай ко мне в шубу. Посадила она мальчика в сани, завернула в свою медвежью шубу, а Кай словно в снежный сугроб опустился. Все еще мерзнешь, спросила она и поцеловала его в лоб. Ой, поцелуй ее был холоднее льда. Да, он пронизал его насквозь и дошел до самого сердца. А оно и без того уже было наполовину ледяным. Каю показалось, что еще немного и он умрет, но только на минуту. А потом, напротив, ему стало так хорошо, что он даже совсем перестал зябнуть. Мои санки, не забудь мои санки, спохватился он. Санки привязали на спину одной из белых кур, и она полетела с ними за большими санями. Снежная королева поцеловала Кая еще раз, и он позабыл и Герду, и бабушку, и всех домашних. Больше не буду целовать тебя, сказала она, не то зацелую до смерти. Кай взглянул на нее, как она была хороша. Лица умнее и прелестнее он не мог себе и представить. Теперь она не казалась ему ледяной, как в тот раз, когда сидел за окном и кивала ему. Он совсем не боялся ее и рассказал ей, что знает все четыре действия арифметики, да еще и с дробями. Знает, сколько в каждой стране квадратных миль и жителей. Она только улыбалась в ответ, и тогда ему показалось, что на самом деле он знает совсем мало. В тот же миг снежная королева взвилась с ним на черное облако. Буря выла и стонала, словно распевала старинные песни. Они летели над лесами и озерами, над морями и сушей. Студенные ветры дули под ними, выли волки, искрился снег. Летали с криком черные вороны, а над ним сиял большой ясный месяц. На него смотрел Кай всю долгую-долгую зимнюю ночь. А днем он заснул у ног снежной королевы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова